Вы сказали, это не наше поколение. С вашим поколением было попроще? Ну, в принципе, да. Это другие люди. Я их не осуждаю, этих футболистов этого поколения. Они привыкли к этому. Это нормальное явление. Мы тоже жили, некоторые говорят, вот мы. Мы жили на супербазе в конче, за спине, у кого такой базы не было. В свое время. В свое время. Мы жили, футболисты киевской же «Динамо» жили на каком-то достаточно высоком уровне. Мы имели все, я не могу сказать. Тем временем, это супер люди были. И мы хорошие деньги зарабатывали. У нас были машины. Мы считались люди, которые имеют. И я это поколение не осуждаю в том, что они зарабатывают, что им платят, что они актуальны. Это нормальное явление. Нет ревности какой-то? Вот я, Леонид Буряк, в те годы играл так, что многим из этих пацанов даже не снилось. Но я не имел и сотой доли того, что они сейчас имеют. Вот нет такого ощущения ревностного? Да нет. Я даже об этом не думаю, я вам честно скажу. Я просто, бывает, что какие-то вещи думаешь о том, что просто время жалко, что мы с того поколения, опять же, не обижая там, начиная от Рудакова, кончая Блохиным, каждый футболист мог бы уехать за границу. И быть миллионером. На каком-то уровне, но опять же, мы здесь, кто играл, эти люди тоже имели хорошие деньги, они жили довольно состоятельно. Опять же, это каждый человек, одному дай миллион, и приди через два дня, у него этих денег не будет. Это каждый зарабатывал хорошие деньги, и, в принципе, кто играл на каком-то уровне, просто время чуть-чуть людей потрепало. И сейчас, когда встречаешь, правильно я сказал, за другие ценности играли, но жить-то надо. Разница между вашим поколениями игроков и нынешним, психологическая разница в чем, прежде всего? Ну, я думаю, что то поколение, оно менее было такое, знаете, избалованное, как избалованное. Играли, надо было, никто не задавал лишних вопросов. Три тренировки, в грязь, поехали, это было нормально, потому что это были условия, тогда лучших условий нет. Сейчас это тоже, я считаю, что то поколение, то, что делается в команде Киевского Динамо, то, что делается в команде Шахтер Донецк, те условия, это нормальное явление. Я думаю, что каждый футболист, проиграв какое-то время футбол в этих командах, он должен жить нормально, потому что это титанический труд, и не каждый может, есть же масса соблазнов, есть и бары, и рестораны, и эти люди многим жертвуют.